добрый вечер дорогие друзья в эфире передача ночной размовар и наш гость сегодня рустам алоян город киев украина здравствуйте рустам добрый день уважаемые друзья салам алейкум вот как говорится в азербайджане или как правильно сказать алейкум асалам рустам как ваши дела чем занимаетесь я сам юрист я кандидат юридических наук юридической наукой изучаю вот юридической практикой занимался преподавал в украинских вузах вот ну такое то есть рустам а чем вы сегодня занимайтесь в украине я же говорю я сам юрист я кандидат юридических наук занимались изучением международного права научной деятельностью изучением ситуации в мире вот в общем такое замечательно рустам а что вы думаете о конфликте между азербайджаном и арменией знаете я сам в армении родился этот конфликт он еще советских времен как вы знаете да к сожалению и сегодня есть военные действия и не только же между армении и азербайджаном многих странах что сказать со своей стороны я молю бога чтобы конфликта не было чтобы была дружба торговля развитие чтобы армения и азербайджан наконец-то наладили такие отношения при которых армянские инвестиции придут в азербайджан азербайджанские в армению и нужен мир потому что люди хотят жить люди хотят зарабатывать люди хотят дружить знаете в украине сколько армян и азербайджанцев дружат имеют дружеские братские отношения я сам у меня много друзей азербайджанцев один азербайджанец мой друг мой лучший друг он увидел мою маму у меня мама уже два года как лучшем мире она ушла в богу он ее обнял мою маму и и назвал ее мамой мамой назвал я вам клянусь очень хорошие отношения в других странах грузии между армянами и азербайджанцами прекрасные отношения мы все молимся о том чтобы вы можете приехать киев и у любого азербайджанца армянина спросить мы хотим дружить мы хотим развиваться мы хотим торговать мы хотим иметь нормальные отношения братские дружеские и чтобы все было хорошо потому что мы все люди нас бог создал людьми сначала не было же армян азербайджанцев был человек сначала а потом уже мы поделили себя на армян азербайджанцев по религиозному признаку и все мы хотим дружбы дружба это хорошо торговля это хорошо инвестиции это хорошо вот то что я сказал это хорошо братство братские отношения вот этого требуем все и я и вы камран я думаю правильно ну я же не ошибаюсь рустам к вам еще один такой вопрос чем вы считаете карабах и почему камран весь мир говорит и армения говорит карабах это территория азербайджана государства которая называется азербайджан многонационального многоконфессионального государства но надо понимать камран и видит бог в карабахе живет карабахская община армянская это христиане у них там свои церкви монастыри достаточно старые вы сами видели вы знаете и безусловно нужно создать такую атмосферу такую ситуацию чтобы эти люди имели возможность иметь свои школы развивать их развивать свои церкви монастыри святые места и конечно же под юрисдикцией азербайджана потому что азербайджан это государство в любом государстве живут люди разных конфессий разных национальности нет уже у нас сегодня государство где живет одна люди одной веры или одной национальности 90 процентов государств сегодня это многонациональный многоконфессиональный азербайджан один из таких и я надеюсь что будет диалог и диалог кстати президент азербайджана уже начал с карабахской армянской общиной я знаю что там встречи были они планируются насколько результативно но там по водным ресурсом были встречи еще планируется будем надеяться дай бог чтобы эти встречи были продуктивные и чтобы между баку и карабахской армянской общиной все-таки наладились дружеские контакты вот и чтобы было было больше встреч больше контакта больше результативности больше продуктивности я по крайней мере на это надеюсь все многие на это на и лит jumps они в азербайджане и в армении во всем мире то есть вы считаете карабах азербайджанским но хотите все-таки чтобы азербайджан создавил создал замечательные условия для армян граждан азербайджана которые будут в азербайджане жить в карабахе с Я хочу, чтобы в Азербайджане и в Армении были созданы хорошие условия для людей всех национальностей, всех верований. И чтобы в Азербайджане процветали и армяне, и азербайджанцы, и другие народы, которые живут в Азербайджане. Чтобы все имели возможность развиваться, торговать, иметь свой бизнес, иметь свои школы, свои религиозные учреждения, развивать свои духовные права. И в принципе, если карабахская армянская община будет развиваться, то будет развиваться Азербайджан. Я тут вижу только интерес Азербайджана, интерес Баку. И сегодня, слава богу, контакты идут, контакты планируются, контакты были. Но ситуация неплохая в целом. Нельзя сказать, что все стоит. Движения какие-то... А что вы думаете о Зяньгизурском коридоре, Рустам? Ну, вы же понимаете, что Азербайджан, он отделен от своего эксклава, от Нахичевани. И ему нужно иметь доступ, потому что это живая территория Нахичевани. И ему нужно иметь доступ без налогов, без пошлин, ходить на свою территорию. Ну, он же не требует, допустим, ходить в Россию или еще куда-то. А чтобы одна часть Азербайджана имела возможность контактировать с другой. В принципе, сейчас между Баку и Ереваном тоже идут очень интенсивные переговоры. Да, они не такие быстрые, как бы нам хотелось бы. Но они идут. Движения есть уже, слава богу. То есть, ну, раньше же этого не было. А сегодня есть, так что будем надеяться, что будет результат. Рустам, вот недавно был матч в Ереване между сборными Армении и Турции. И армянское, скажем так, большинство болельщиков, ну, скажем так, проявили невежество по отношению к турецкой сборной. Вот. Ваше мнение по этому поводу? Было бы хорошо провести матч между Арменией и Азербайджаном, чтобы футболисты поиграли тоже. Матч между Баку, командами из Баку и командами карабахских армян. То есть, футбол должен объединять. Спорт, он для дружбы. Он, то есть, поэтому больше надо спортивных мероприятий. Слава богу, чтобы в матч я только поддерживаю спорт. Спорт – это замечательно. Я сам занимаюсь спортом, я люблю спорт. И я считаю, что спорт должен служить для объединения. Рустам, а в чем разница между нормальными и адекватными армянами и дошнаками? Вот есть ли разница вообще? Понимаете, ну, в каждой национальности есть разные люди, разные позиции. И в Азербайджане, и в Армении. Есть коммунисты, есть националисты, есть демократы, есть сторонники каких-то, я не знаю, религиозных ценностей. Ну, пусть каждый живет своей жизнью. Я не имею права никого судить, ни в Армении, ни в Азербайджане. Пусть каждый будет при своей позиции. Это демократия к этому сводится. То, что существуют люди разных течений, политических, религиозных, национальных. Ну, и слава богу, пусть существует. Вот, наше дело иметь свою позицию какую-то, разумную. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашей жизни в Армении. Когда вы там родились? Какую жизнь прожили? Когда уехали? Немножко вот. Да, я там вообще не прожил. У меня там родители жили. Но отец работал в Киеве. Так получилось, что мы переехали. Но, знаете, лучше жить в своей стране, конечно. А если бы мы там остались, мы бы жили бы не хуже. Но так чисто по работе получилось. Поэтому так получилось. То есть сегодня армяне, азербайджанцы. Вы же знаете, Камбран, что в Азербайджане живет очень маленькая доля азербайджанцев. Азербайджанцы, подавляющее большинство, живут в Иране. Очень много в России живет. Очень много в других странах. Тоже самое и армяне. К сожалению. Ну, а армяне живут, если не ошибаюсь, 20% в Армении. Около 2,5 миллионов. И около 10 миллионов по миру. Да, наше большинство в Иране, в Южном Азербайджане. Ну, как говорится, Араза Айрдлар у нас говорят. Мы вот в Азербайджане. Ну, и несколько миллионов по миру замечательных нас. А скажите, для того, чтобы обычные азербайджанцы и обычные армяне все-таки перестали грызться в социальных сетях. Вот эту долю агрессии. Вы же часто бываете в социальных сетях? Сбавили. Что для этого нужно, Рустам? Камбран, ну грызутся же все. К сожалению, и люди одной национальности грызутся. И разных стран. Сейчас, ну, мы не святые. Мы все грешники. И я, и вы, и все остальные. Мы все грешники. Мы грозёмся, мы ругаемся. Даже женой, детьми, с родителями, своей семье мы грозёмся. Но, к сожалению, тут ты ничего не поделаешь. Ну, такие люди, они были, будут, и они есть. Ну, это хорошо или плохо. Ну, это нормальное явление. Это обычные люди. Армяне, азербайджанцы, это такие же люди, как американцы, мексиканцы, немцы. И мы не святые. Мы обычные люди. Рустам, вот вы человек религиозный, я знаю, верующий. Правильно? Как вы относитесь... Да, вы верующий человек. Как вы относитесь к тому, что в Армении уже много десятилетий на бутылках коньяка фотография пророка Ноя, ковчег, например, на одной бутылке, а на другой написано «Древний Ереван» и почему-то находится Татевский монастырь, который находится в 270 километрах от города Ереван. Ну, почему вот на бутылках коньяка крепкого алкогольного напитка пророк Ной и армянская церковь? Почему? Нормально ли это? Я вам такое скажу, Камрад, это же бизнес, к сожалению, но какое мы с вами можем иметь влияние... Вот я пью азер-чай, да? Азер-чай. Просто на азер-чай нет уже мечети, к счастью, нарисованы, даже на чае, понимаете? А там на алкогольном напитке пророка и церковь немножко странно, мне кажется. Маркетинг же другой. Камрад, азербайджанцы, они же не все мусульмане. Есть азербайджанцы-христиане, есть светские, есть разные азербайджанцы. Ну да, мы национальная страна. Скажите, а как вы думаете, будет ли мир вообще на этой земле когда-нибудь, Рустам? На какой земле? На вот этом большом круглом земном шаре. Будет ли мир? К сожалению, мира не будет, мира не было и мира нет. Вот знаете, был Адам, потом Каин убил Авеля и с тех пор на планете земля война. И Армения и Азербайджан это не исключение, к сожалению. Вот вы пьете лянкеранский чай, азербайджанский чай, да? Так правильно, вам нравится азербайджанский чай? А азербайджанские блюда какие-нибудь пробовали? Нет, вообще не пробовал. Я турецкие пробовал. К сожалению, тут нету, я не встречал. А что турецкие пробовали? Турецкие, я в турецком ресторане часто бывал, я не знаю, как они называются, там тесто с мясом, долму делают, это, ну каждый говорит, что это его блюдо, в Турции говорят, это их, в Азербайджане говорят, это их, я не знаю, что это блюдо, но достаточно вкусная вещь. А музыку какую-нибудь слышали азербайджанскую? Конечно. Например? Ну что нравится? Вообще, у меня жена знает азербайджанский, она больше слушает. Я азербайджанский не слушаю, не понимаю азербайджанский, не знаю, но слушаю музыку. Рустам, а вот вы пьете азербайджанский чай с чем? С сахаром, с вареньем? Без ничего, сахар это очень вредный продукт, я его никому не рекомендую пить. С медом? Чай с медом? Замечательно. А вот что бы вы хотели всем нам пожелать, и азербайджанцам, и армянам всего мира? Я клянусь, вот Бог свидетель, я желаю, чтобы как в Украине мы, вот, мы армяне, азербайджанцы, там, курды, езиды, все люди тут, кто живет, вот, мы любим друг друга, мы ценим, мы помогаем, вот. Вот, у меня есть друг азербайджанец, у него есть бизнес, он все может мне в долг дать, вот, все, он настолько мне доверяет. Я как-то помог одному азербайджанцу, он, знаете, благодарность, он мне в благодарность машину с фруктами отправил, машину с фруктами. Спасибо. Да, это, я, я сам не верил в это, то есть, ну, я обычно много кому помог в этой жизни, но редко кто тебе даже спасибо скажет, а тот человек целую машину с фруктами подарил мне. Спасибо вам большое, Рустам, гостем нашей передачи сегодня был Рустам Алоян, Киев, Украина, давай вместе скажем, чтобы Милр был во всем мире. Рустам Алоян, почему у тебя имя Рустам такое красивое, в честь дедушки, прадедушки? Я даже не знаю, в честь чего, вот, клянусь, не знаю. Неважно, давай вместе. Карабах – это Азербайджан. Ну, я же, ну, Камран, но то, что Карабах – Азербайджан, это даже Пашинян говорит. Ну, все. Зачем мне? Спасибо. Ну, это все. Спасибо. От того, что... Спасибо. Ну, раз Пашинян говорит, Карабах – это Азербайджан, тогда тебе большое спасибо. До свидания, дорогой. Иди с миром. До свидания. Спасибо. Дорогие друзья, гостем передачи «Ночной размовар» был Рустам Алоян, город Киев, Украина. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова